По науке гравитация – это притяжение масс. На ее основе вращаются галактики и планеты вокруг звезд. Все живое и неживое притягивается к Земле. Этот вывод был сделан из предположения, которые смогли объяснить эффекты, что человек наблюдал испокон веков. Однако это не единственное возможное объяснение этому закону природы. С древних времен и средневековья сегодня наука получила возможность проводить измерения со сверхвысокой точностью, И вот когда опытным путем попытались замерить притяжение масс, приборы показали отсутствие такого притяжения. А когда японский спутник попытался скинуть на крупный астероид капсулу с оборудованием, она не упала на космические объекты и даже не попыталась к нему притянуться. Исследователи после расчетов масс космических объектов и на основании законов всемирного тяготения пришли к выводу, что Луна обязана была сразу же упасть на Землю или, покинув орбиту, улететь к Солнцу. Вообще никакие спутники не должны вращаться вокруг более крупных объектов, поскольку орбита – это неустойчивое состояние, и любое возмущение должно ее нарушать, а такие возмущения разной силы идут постоянным потоком. Этих несостыковок целый список, опровергнуть которые невероятно сложно. Отсюда исследователи приходят к выводу, что гравитация, скорее всего, имеет электромагнитную или квантовую природу и назначается она искусственно по необходимости на объекты или область пространства. Идея смелая, но пока также не доказана на практике. Рассмотрим, что думали известные ученые о гравитации. Дональд Смит, который изобрел бестопливный генератор, считает, что сток эфирного потока в Землю увлекает все тела и прижимает их к ее поверхности. Также вращающиеся по орбитам спутники не притягиваются, а придавливаются эфирным потоком. Эффект притяжения, а вернее придавливания, возникает в результате того, что при этом магнитный поток отклоняется от электронов и создает вектор тяги, что мы и считаем гравитацией. Мнение Джозефа Фаррелла, известного физика и инженера. Гравитационные волны являются продольными и распространяются в пространственно-временном континууме со скоростью, превышающей скорость света. Их надо рассматривать как совокупность электромагнитных потенциалов, в том числе скалярных, которые не рассматриваются наукой. Вот иллюстрация антигравитационного устройства Карла Шаппеллера, состоящая из двух полых полусфер, образующих цельную сферу, внутри которой располагается еще одна дополнительная сфера и конусные соленоидные катушки, выполняющие роль электромагнита. Создаем нужный электромагнитный дисбаланс и получаем гравитационную компенсацию или направленную тягу. Результатом является новая разновидность магнетизма, при котором электричество стационарно, а магнетизм излучается. Таким образом, гравитация является квадрополем, имеет четыре полюса, излучающим в радиусе 360 градусов. На рисунке изображена квадропольная гравитационная антенна, принцип которой воспроизводят с помощью группы людей в количестве четырех человек, каждый из которых поднимает сидящего на стуле пятого человека за счет распределения точек поднятия веса. Они формируют условия гравитационной квадропольной антенны, то есть антенны, работающие в четырех плоскостях выбранных координат и легко поднимают 80 килограмм человека со стулом, используя по одному пальцу на руке. Никола Тесла проводил такие опыты в газообразной среде. При помощи электромагнитной вибрации он уплотнял газ до состояния твердого тела, а с противоположной создавал разрежение, и таким образом тело начинало двигаться. Он это назвал динамической теорией гравитации. Этот эффект масштабируется как на жидкость, так и на безвоздушное пространство. Если, конечно, считать, в вакууме также есть некая среда, на которую можно воздействовать. Эдвард Линскалнин. Инженер, в одиночку построивший коралловый замок. Утверждается, что он изобрел электромагнитный генератор, позволявший поднимать и передвигать громадные блоки направленным излучением. Устройство было крайне простым. Секрет антигравитации унес с собой в могилу. Остался прототип его генератора, который хотелось бы объяснить современным исследователям. Это устройство очень похоже наручное, оно массивное, трудно себе представить, как можно было им управлять для передвижения больших масс. Также ранее были сообщения, что устройство работало на электричестве и состояло из нескольких катушек, при помощи которых он выбирал точку воздействия. Линскалнин считал, что гравитация вызывается магнитным материалом в толще Земли и они же удерживают вместе Землю и Луну, а солнечные магниты удерживают планеты Солнечной системы. Складывая мнение этих исследователей, можно сделать вывод, что гравитация на Земле создается неким устройством, обладающим геометрическими параметрами, расположенными как в четырех точках пространства, образуя тем самым квадрополярную структуру. Рассмотрим полевую структуру гальванического электрона, которая имеет ярко выраженную гантелей видную форму и располагается в двух плоскостях координат пространства. На иллюстрации по центру находится спиральное образование в виде тороидального вихря. А эта иллюстрация показывает схему векторов вращения вихревой структуры электрона и тороидального образования по центру. Также указаны направления векторов вращения и распределения векторов. Рассмотрим модель ваджры, а также ее бронзовую модель. Ваджра – ритуальное и мифологическое оружие в индуизме, тибетском буддизме и джайнизме, встречается по всему миру. В доисторической цивилизации прошлого вплоть до средних веков этот инструмент широко применялся в самых разных сферах. Анализируя данные иллюстрации, видно, что модель гальванического электрона и модель ваджры – оружие богов – это полностью схожие объекты. Ваджра – это непосредственный образ конструкции материального технического объекта, а иллюстрация модели электрона показывает ту структуру поля, которое формирует это техническое устройство в макромасштабе. Источником энергии для действующей ваджры предположительно являлся кристалл, как диэлектрический резонатор с огромной добротностью, с ментальной активацией кристалла. Но для этого уже нужны определенные способности оператора и специфическая подготовка. Модель гальванического электрона и модель ваджры повторяют условия распространения полей, они максимально приближены к природным взаимодействиям электромагнитных полей и их совокупности. Ваджра занимает в координате пространства лишь две плоскости и не формирует квадрополь. Однако существует и четырехлучевая и четырехнаправленная ваджра. Определенно четырехнаправленная ваджра и должна оказывать влияние на гравитационную компоненту электромагнитного поля. Эта иллюстрация показывает схему векторов вращения вихревой структуры двойной модели гальванического электрона и двойного тероидального вихревого образования по центру двух фигур в четырехкоординатной ваджре. Распределение векторов двух совмещенных тероидальных вихрей в четырехкоординатной ваджре, формирующей квадрополь. Если отследить направление векторов, то отчетливо прослеживается свастичная фигура, которая образует круговые вектора двух совмещенных тероидальных вихрей. Вот векторные диаграммы центральных тероидальных вихрей. Эксплозивные вектора, то есть имеющие взрывные характеристики движения вовне. И имплозивные вектора движения внутрь в ваджре. Тут схематичное направление вращения конических структур. И безвекторная диаграмма четырехкоординатной ваджры. Подобное расположение объектов катушек индуктивности в четырехкоординатных плоскостях пространства формировал известный красноярский физик Игнатьев Геннадий Федорович, инженер, доктор технических наук, профессор физического факультета Красноярского государственного университета. Геннадий Игнатьев стал известен благодаря открытию пондеромоторного эффекта и разработке на его основе двигателя для пондеролета – аппарата для полета в космическом пространстве на основе взаимодействия электромагнитных и гравитационных сил. Однако сам Игнатьев утверждал, что эффект этот описан еще в работах академика Академии наук СССР и лауреата Нобелевской премии Игоря Евгеньевича Тамма. В итоге Игнатьев создал движитель с расчетной силой тяги в 30 тысяч ньютонов, однако довести начатое до конца не сумел после потери близких, а научный бомонд подверг его жесткой критике. Здесь мы видим систему четырех катушек Игнатьева для достижения пандеромоторного эффекта. А вот оригинальный рисунок схемы Игнатьева – очень простая схема, и для того, чтобы собрать такой двигатель, нужно просто знать принцип. Рассмотрим определение Джозефа Фаррелла по поводу скалярной физики. Всемирная среда или эфир могут рассматриваться как большой комплект скалярных потенциалов. И поскольку скаляр представляет собой внутреннее вращательное напряжение, скалярная физика является не только нелинейной, но и вихревой. Скалярная физика – это нелинейная физика внутренних напряжений в локальной среде. Скалярной физикой называют теорию единой физики, основанную на уравнениях Максвелла для электромагнитного поля. А вот мнение Тома Бердена, полковника в отставке, изобретателя электромагнитного генератора со сверхъединичным эффектом с названием МЕГ. Устройство преобразует магнитную силу поля постоянного магнита в электричество. Скалярная физика отличается от классической тем, что признает существование среды распространения или эфира для сил гравитации и электромагнетизма, и он может быть представлен как гидродинамический, то есть обладающий свойствами жидкости. При этом именно эфир увлекает за собой движущиеся в пространстве небесные тела. А вот мнение Эдмунда Тейлора Уитекера, математика, специалиста по прикладной физике. Поле силы, создаваемое притягивающимся телом, может быть разложено на бесконечное число составляющих полей. Каждый из них носит волнообразный характер, состоит из простого волнового возмущения, распространяемого с однородной скоростью. Гравитационная сила в каждом составном поле находится перпендикулярно фронту волны, то есть волны будут продольными. Отсюда существует два типа воздействия, которые электромагнитные поля могут оказывать на заряженные частицы. Первое – это смещение, второе – напряжение. Эти два вектора складываются и дают в сумме то, что называется результирующим вектором. Там, где действует много векторов смещения, есть один усредненный, результирующий вектор, то есть смещений много, чуть в разных направлениях, но общая масса движется в одну сторону. Что такое продольная электромагнитная волна? Никола Тесла провел сотни экспериментов, доказав, что кроме известной электромагнитной составляющей есть импульсная скалярная волна, которая распространяется в 1,3 раза быстрее скорости света, проникает сквозь любые материалы и имеет такое же воздействие на материю, как электромагнитная составляющая. Также переоткрыл продольные волны в 1990-х годах ученый Геннадий Николаев и создал на основе этого открытия серию приборов, некоторые из них были внедрены, например, при создании безэдэсных электродвигателей. Сам он закончил свою жизнь в безызвестности, открытия же Теслы в этой области легли под сукно. Интересный эффект обнаружил Тесла – скалярная интерферометрия. При наложении двух таких скалярных волн в удаленной точке получается скалярный интерферометр. В итоге мы можем передать туда энергию без потерь и извлечь ее в определенной точке пространства. Вот что невероятно, извлекая таким образом энергию в удаленной точке, можно буквально плавить металлы, взрывать материю и поджаривать людей изнутри. Причем скалярные волны, проходя сквозь любые объекты, не блокируются препятствиями. К счастью, подобного вида оружия так и не было разработано и внедрено, иначе бы мы сейчас имели многочисленные аналоги оружия покруче, чем в фильмах про Звездные войны. Представьте, что взрыв можно вызвать внутри танка, стоящего за укрытием. Причем высвобождение энергии в удаленной точке – это только часть свойств, а есть еще гравитационные и отталкивающие эффекты с эффектом свечения. Вот вам и джедайский меч, и создание локальных мини-черных дыр, если, конечно, найти способ произвести компактный источник гигантской энергии. Ну а для простого взрыва достаточно и той материи, на которую нацелен скалярный интерферометр. Это уже не говоря о невообразимом разнообразии применения антигравитационных двигателей, всевозможные летающие устройства, летающие города, космические путешествия без применения реактивной тяги и т.д. Гравитационные волны являются продольными и распространяются со скоростью, превышающей скорость света. Такие продольные волны могут генерироваться посредством сложной гармонической интерференции электромагнитных волн, что указывает на связь между гравитацией и электромагнетизмом. Интерференционная волна, получаемая в результате наложения двух скалярных потенциалов, воздействует на спин частиц, то есть на внутренние вращательные напряжения, оказывает волновое влияние на материальные объекты, и поскольку каждый атом такого типа состоит из этих частиц, то этому воздействию подвержено любое вещество. Поэтому гравитация влияет на все. Вероятно, эффект Хатчинсона также основан на создание этой интерференции. Смотрите на канале. Исследователь обнаружил, как можно создать этот вектор при помощи интерференции двух частот и нащупал резонансные частоты для каждого материала. Кроме эффекта смещения массы, мы наблюдаем еще то, что энергия, затрачиваемая на поднятие этой массы, на порядок меньше. То же самое наблюдалось и при строительстве кораллового замка. Также можно вызывать аномально сильное нагревание, вплоть до расплава, плавления, горения и взрыва материи. А это значит, что на этом принципе можно извлекать энергию без затрат самым разнообразным способом. Либо получать постоянное волновое излучение из облучаемого подходящего для этого вещества, которое может быть использовано как электроэнергия или тепло. Также воздействуя на материю, можно заставить ее менять свою структуру, получая таким образом невозможные сплавы, к примеру, как показано здесь. Либо преобразовывать одно вещество в другое на атомарном уровне, без применения ядерной реакции или холодного ядерного синтеза. Опять та же самая мечта о философском камне – превращать свинец в золото, но не в воду в вино, конечно. Из вышепредставленного описания можно сделать определенный вывод, что интерференционная скалярная волна, которая получается в результате интерференции или наложения двухскалярных продольных электромагнитных или электроакустических волн, есть не что иное, как гравитационная волна. И источником скалярных волн могут быть устройства на разных принципах действия. Вот здесь мы видим египетские орнаменты, описывающие строение вещества или принципы скалярных волн. Спиральные интерференционные волны на поверхности моря. Такая интерференционная скалярная волна оказывает сильнейшее влияние не только на материальные объекты за счет структурирования спинов вихревых структур атомов, но и влияет на пространство в целом. Аналогичный принцип антигравитации, давно изобретенный, называется ультразвуковая левитация, создается при помощи все того же интерференционного эффекта и может удерживать в пространстве даже живые объекты. 250 нанометров. Можно потрогать 250 нанометров. Конечно. Это удивительно, просто прибор направляют. Итак, технические гравитационные силы можно создать при помощи электромагнитных излучений. Технология незапредельно сложная, все параметры рассчитываются. Надо учитывать, что в поле действия этих локально наведенных сил живым существам попадать опасно, но ничего не мешает отделить зону двигателя от пассажира. Очевидно, что этими технологиями пользовались в прошлом с размахом, пока эти знания не запретили. И повторное открытие этих эффектов не дает возможности начать их использовать снова.